Один вопрос должен нас озадачивать, что мы можем сделать для окружающих, что можем мы сделать для людей. Люди находятся в очень непростом состоянии. От рождения они обречены на гибель из-за своих греховных наклонностей. Апостол Иоанн ясно говорит, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. А дети Божьи, дети дьявола, узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равные, не любящие брата своего. Вот в каком тяжелом положении находятся люди. Они не просто внешне гибнут, есть у них те или другие пороки, которые их держат в своих цепях. Они еще внутренне совершенно испорчены, они дети дьявола. Что мы можем сделать для таких людей? Об этом нам говорит текст, который мы прочтем в Евангелии от Луки, 9 главе, с 1 стиха. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Дорогие братья и сестры, самое главное, что мы можем сделать для людей, это помочь им обрести спасение. Но для того, чтобы помочь обрести спасение, необходимо нам выполнить пять важных условий. Их, собственно, выполняли ученики Господа Иисуса Христа. Во-первых, необходимо получить силу от Господа для такого важного служения. Мы прочли «Созвал двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать их от болезней». Вы видите, Господь не послал учеников, не снабдив их необходимыми полномочиями, необходимой силой для этого. В Нагорной проповеди Он говорил «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы люди увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Так вот, Христос хотел, чтобы люди получили ощутимую помощь от Его учеников. Они все-таки долгое время были только ассистентами Христа. Теперь им нужно было самим включиться в это служение. Христа рядом нет, но вот два, по два человека они идут в города и селения и должны совершать этот труд в той силе, которую им дает Господь. А сила им была очень и очень нужна. Вы видите, ученики должны были обладать силой, чтобы вести войну против демонов, которые властвовали над людьми. Этой силой мы с вами должны быть также снабжены. И мы должны просить у Бога силы, чтобы Он укрепил нас в этой духовной борьбе, потому что очень многие проблемы в этом мире, они имеют и сверхъестественную причину, это козни тьмы. Помните, Павел пишет, что некоторые люди не понимают Евангелие, а не отвергают его. Почему? Потому ли, что они глупы, что они им очень мало слышали, или потому ли, что предрассудки просто закрыли их разум, ничего подобного. Оказывается, все это самые несущественные вещи, а страшно и то, что, говорит Павел, Бог века сего, это 2 Коринфянам 4,4, то есть сатана ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет о благословании Христовым. Иов пережил утрату и имущества, и детей, и здоровья, за этим стоял сатана. Когда случаются гонения на церковь, за этим стоит сатана. За нашими желаниями тоже иногда скрывается сатана. Вы помните, Давиду так захотелось узнать, насколько он могущественный царь. И кажется, ничего плохого не было в этом желании, но это желание внушил ему сатана. Библия говорит, восстал сатана на Израиле. За нашими страхами стоит сатана. Помните, Петр испугался, что служанка стала ему говорить, и ты был с галилеянином. Он испугался, что и его может постичь та же участь, что и Христа, и отрекся от Господа. Вы видите, за этими страхами были темные духи. А вот она не сапфиры, которые пришли и выдавали себя за высокоправедных людей. И решили обмануть апостолов. Кто за их ложью стоял, братья и сестры? Сатана. Седьмая глава послания Коринфянам говорит, что за супружескими изменами стоит сатана. За разделениями стоит сатана. За угнетенным состоянием стоит сатана. Павел говорил, что он его, ангел сатаны, удручал. Даже за желанием выйти замуж и жениться может стоять сатана. Кажется странно, но так. В 1 Тимофея 5.15 сказано, что молодые вдовы в противность Христу желают вступить за мирских замуж людей, и они совращаются во след сатаны. Так что, видите, мы с вами действительно находимся в очень сложной ситуации. И сатану не запугать ни нашими лозунгами, ни нашими словами, ничем. Единственное, кого он боится – силы Божьей. Иисуса Христа. Вот почему нам важно, участвуя в этих духовных сражениях, просить у Господа силы, чтобы мы победили сатану. Есть очень много свидетельств того, как дети Божьи справлялись с этой задачей. Вот в воспоминаниях княгини Софьи Ливин о духовном пробуждении в России рассказывается об одной женщине, Анне Кирпичниковой, которая была настолько сильно одержима, что муж ее оставил, соседи с ней боялись встречаться. Она не могла читать Писание, она не могла молиться, не могла даже Евангелие в руки взять, ее одолевала ярость. И вот, что сообщает княгиня Ливин, что как только началась молитва, наступили приступы, при том с такой силой, что двум мужчинам едва удавалось ее удерживать. Она пыталась вырваться, издевалась, богохульствовала, хохотала. Казалось бы, будто целый легион злых духов вселился в нее большие и малые. И с восьми часов вечера до двенадцати ночи совершалась эта молитва. Верующие не вставали с колен. И казалось, как пишет Ливин, милосердие Божье иссякло, и все-таки победа пришла. Это Анна была освобождена от этих темных сил. Ее муж к ней вернулся, и он покаялся. И затем брат Пашков, который совершал это служение освобождения, говорит последнее, что мы можем сообщить о муже Анны, что в январе восемьдесят седьмого года он был приговорен судом к ссылке в Сибирь за проповедь Евангелия. Когда я читал это воспоминание, я думал, какой же духовной силой необходимо было снабдить этих верующих, наших братьев-сестер, чтобы эта женщина могла освободиться. И какой же тогда силой обладают духи зла? Мы должны просить Господа силы, чтобы помочь физическим нуждам людей. Посмотрите, Христос не только послал учеников, чтобы они изгоняли демонов, Христос послал учеников, чтобы они исцеляли от болезней. Конечно, мы не имеем сегодня такого помазания, такой власти, такого дара, чтобы исцелять болезни. Те люди, которые заявляют о себе, что они будто бы такой дар имеют в большинстве своем либо шарлатаны, либо обольщенные люди. Но мы можем молиться об исцелении людей. Мы можем как-то помочь больным, чтобы им было легче. Кто из вас не читал воспоминания Грачева, как он работал с фельдшером, и этот фельдшер уверовал от его свидетельства? И вот однажды Грачев говорит, я удивляюсь, как наши больные могут жить? Ну, кажется, по всем медицинским канонам они должны умереть. Почему они выживают, не знаю. И тогда Николай сказал, Юрий, а я за каждого больного молюсь. Я их лечу со всем усердием и молюсь, чтобы Господь помог. Вот поэтому они и выживают. И вы знаете, и сегодня, если мы выполняем наше предназначение заботы о больных, этим самым мы тоже приближаем Царствие Божие к их душам. Мы должны просить Бога дать силы помочь и духовным нуждам людей. Людмила Плет готовится выпустить новую книгу, по-моему, ее рабочее название «Плачет душа», где она поднимает очень много душепечительских вопросов. Оказывается, очень многие верующие страдают от разных душевных неустройств, скорбей, искушений, и как нужна им эта духовная помощь. Дорогие друзья, и без силы Господней, конечно, мы ничего не можем сделать. И важно отметить, что эта Божья сила нередко совершается в немощи. Об этом Павел пишет. Об этом свидетельствуют многие мужи Божии. Я читал недавно в биографии Белли Грейма, что очень часто он чувствовал себя совершенно бессильным перед проповедью. Но как только он вставал на кафедру, то поток Божьей силы наполнял его. Дорогие друзья, для того, чтобы помочь людям, привести их к Царству Божию, необходимо силы свыше, чтобы их проблемы были решены, и чтобы мы могли им показать путь спасения. Второе. Позвольте людям убедиться в вашем бескорыстии. Христос сказал. Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. Интересное повеление Господа Иисуса Христа, не правда ли? Но оно сводится вот к чему. Люди должны увидеть бескорыстное служение учеников Господа. И внешне они должны и выглядеть как бескорыстные люди. Ну, представьте себе, если бы у них были такие хорошие саквояжи, которые бы они таскали с собой, телеги, скажут, ну, наверное, обирают народ эти товарищи. Но у учеников не было ни запасной одежды, не было ни сумы, ни кошельков. Они должны были кушать то, что им дадут добрые люди. Дадут хорошо, не дадут, значит, надо терпеть. И понятно, что это обстоятельство не могло скрыться от глаз людей. И они спрашивали, почему эти люди оставили свои семьи? Почему они ходят по домам? Почему они проповедуют нам Евангелие о Царстве Божьем? Не спрашивая никакой платы. Дорогие друзья, я думаю, ответ может быть у людей только один. Значит, вот эти люди по-настоящему верят в то, что они проповедуют. Вы знаете, пример бескорыстия очень и очень действенный. Я просмотрел биографию Жорда Мюллера, которую считают апостолом веры 19 века. Этот человек воспитал более двух тысяч сирот. И причем он никогда ни у кого не просил деньги. Он только молитвой достигал этих средств, необходимых для пропитания людей. Так вот, жизнь его была неровная в самом начале. Было у него много отклонений. И вот после своего обращения его сердце загорелось сильным желанием поехать в языческие страны и стать миссионером. Но вот как раз в это время он познакомился с одной девушкой. И вот это знакомство с девушкой и желание жениться на ней угасило в нем вот это пламя. И он перестал быть ревностным в молитвах, а потом и вообще перестал молиться. И вот однажды он встречается с одним образованным молодым человеком, которого звали Германом Балом. Этот человек был в происхождении из очень богатой семьи. И вот он увидел, что этот Герман оставил обеспеченных родителей хорошие условия жизни и безвозмездно проповедует польским евреям Евангелие. И вот пример этого человека произвел на Мюллера глубочайшее впечатление. И он пишет, я сравнил его жизнь с моей. Ради одной девушки я оставил дело Господнее и оставил его самого. Избрав его своим образцом, вот этого человека, я почувствовал в себе достаточно силы порвать эту связь, которую без молитвы я начал и которая привела меня к отпадению от Бога. И как только во мне это решение окрепло, Господь оказал мне свою милость, так что я мог отдаться ему вполне. И вот Мюллер описывает, что именно под влиянием этого человека, примеры его бескорыстия, он получил в свое сердце мир Божий, который выше всякого разумения. И сам, будучи чрезмерно счастлив, я написал письмо своему отцу, брату, умоляя их также искать Господа, сообщая им, как я счастлив. Дорогие друзья, пример бескорыстия. Когда вы свидетельствуете людям, пусть они видят, что вы не заинтересованы ни в чем, что есть у них. Вы единственное заинтересованы в том, чтобы помочь людям узнать истину. И третье. Покажите людям вашу любовь. Известная книга есть, которая учит, что существует пять языков любви. И кто из вас хочет получше узнать об этом, сходите в нашу библиотеку, или вот тут Миша с Надей Телеповой, они вам расскажут. Но я вижу, что Христос здесь тоже призывает учеников говорить на этих языках любви. Но прежде всего, это язык добрых слов и язык интересного времяпровождения. Посмотрите, в какой дом, 4 стих, войдете, там оставайтесь, оттуда отправляйтесь в путь. В какой дом войдете? Евангелист Матфей добавляет, что Христос заповедовал ученикам сказать важные слова, когда они войдут в какой-то дом. Какие это слова? Мир вам! Конечно, все мы волнуемся, когда нам нужно войти в незнакомый дом, разговаривать с незнакомыми людьми, и первые 5 секунд или 20 секунд очень важны для того, чтобы у человека сформировалось первоначальное впечатление о нас. Будет оно хорошим? С вами будут разговаривать. Если нет, все, вас отвергают. И вот Господь оказывает неоценимую помощь. Что нужно сказать людям вот в эти 5 секунд? Мир вам с улыбкой, приветливо. И знаете, потом, после того, как человек примет, вот тут нужно на втором языке говорить, любви, это качественное времяпровождение. Возможно, ученики что-то о себе рассказали, или о цели своего визита, или рассказали о каких-то проблемах, которые им помог решить Иисус Христос. Но важно, что они вступали в такой интересный, ненавязчивый духовный разговор с людьми, которые проживали в этом доме. Дорогие друзья, возможно, они задавали вопросы вот обитателям этого дома. Знаете ли вы Господа? Уверен ли вы в своем спасении? Слышали ли вы что-нибудь об Иисусе Христе? Нет никаких шаблонов, которые мы должны применять вот к разным жизненным ситуациям. Здесь нам нужно водительство духа. Но и важно, что в этом водительстве духа мы показали людям, что мы их любим. Через приветливые слова, через дружеский разговор, может быть, через какую-то даже помощь. Если вы навестили вашего друга неверующего, видели, что у него там, ну, он нуждается в какой-то помощи, ну, например, копает приусадебный участок. Вместо того, чтобы ему проповедовать сразу Евангелие, вы скажите, а где ваши лопаты? Я вам хочу помочь. Некоторые осуждали генерал армии спасения Буца за то, что он предлагал бедным пищу и хлеб вместо проповеди Евангелия. И вот что ответил этот человек. Нельзя согревать сердца людей любовью Божией, когда их ноги отмерзают от холода. Так что, покажите людям, что вы их любите. Следующее очень важное пожелание. Противостоите комплексу неудачника. Христос продолжает. Если где-нибудь не примут вас, это может случиться, то, выходя из того города, отресите прах от ног ваших во свидетельство на них. Господь ясно говорит, что будут неудачи, будут люди, которые вас отвергнут. И, конечно, это отвержение всегда отзывается болью в наших душах. Нам неприятно. Неприятно было пророку Иеремии, слово которого народ израильский постоянно, постоянно отвергал. И пророк сказал, не буду я больше напоминать о Боге, не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая Его, и не мог. Дорогие братья и сестры, мы видим с вами, что даже у пророка были эти неудачи. По-человечески говоря, у Христа были неудачи. Вы знаете, сколько знамени, чудес Он сотворил Капернауму, Хоразину, Вифсаиде, Иерусалиму, Назарету, и все оказалось бесполезным. Так люди и не покаялись. Ну что, Христос сказал Отцу, забирай меня на небо. Пять городов не могли покаяться от моей проповеди. Нет. Христос продолжал свой труд. Христос не страдал комплексом неудачника. Мы должны вот что знать, что некоторые люди придут намного позже, чем мы рассчитываем. Да, сейчас они отвергают весь спасение, но зато для них придет свой час, день посещения, и они вспомнят о тех словах, которые вы им говорили. Некоторые никогда не придут, потому что они подобны земле, которая получает нисходящий на нее дождь, но произращает сорные злаки. Мы должны понять, что наши усилия это вовсе не самый главный элемент в помощи людям. Апостол Павел говорил, я посадил, а полос поливал, но взрастил Бог. Посему насаждающий и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Мы же не можем любить людей больше, чем Бог. Мы не можем быть заинтересованы в их спасении больше, чем заинтересован Христос. Наше дело выполнить нашу задачу и не унывать. Все доверим Богу. И, наконец, мы должны просто возвещать Евангелие. Мы прочитали с вами и послал их проповедовать Царствие Божие. Шестой стих говорит, они пошли, проходили, поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Дорогие друзья, здесь употреблено слово благовествуя. Здесь не сказано, что они проповедовали именно в шестом стихе, потому что иногда проповедь звучит, ну, как некая угроза. А вот слово благовестие состоит из двух слов благо и возвещать благо. это значит, что ученики должны возвещать людям радостную весть. Но, конечно, эта радостная весть, она звучит на фоне ужасной вести, на фоне того, что люди обречены в ад, если они не покаются. Но радость этой вести заключается в том, что для них есть возможность спасения. Мы вот слышали сегодня, как Павел рассказывал стихотворение о блудном сыне. Притча о блудном сыне это Евангелие в миниатюре. Она рассказывает о нашей с вами ситуации, что это мы ушли от Бога, это мы захотели жить самостоятельно, обходиться без Его благодати. Но что из этого вышло? Из этого вышло только то, что мы все растратили, мы кормились рожками этого мира греховными удовольствиями, на душе было плохо и мы чувствовали, что наша душа погибает. Нет ни в чем счастья, нет ни в чем радости. И мы поняли, что нужно идти к Богу. Вот это Евангелие, что мы имеем право, мы должны идти к Богу, потому что Бог нас ожидает. Мы слышали, что когда этот блудный сын был еще далеко, его отец увидел и жалился над ним. Это Евангелие, которое открывает сердце Небесного Отца, сердце, в котором вы не найдете горечи от дурных поступков сына. Это сердце, которое исполнено жалости и желание дать этому несчастному оборванцу самое лучшее. И вот отец, завидев его далеко, бежит ему навстречу, падает ему на шею, целует его и сын кается отец в ответ принесите дайте ему все самое наилучшее. Это Евангелие, что Бог готов компенсировать нам все эти потери, которые мы понесли из-за нашей греховной жизни. Готов Господь дать нам праведность, дать нам богатство, дать нам возможность жить в его доме. Конечно, я не имел ввиду материальное богатство, речь идет о духовном богатстве. Несомненно, благая весть добра и произносить ее нужно с ангельской кротостью учил один муж Божий. И вот он говорил, ведь не жесткие слова пронзают совесть наших людей, но голос божественной любви услышанный среди грома. Видите, возвещение Евангелия большое значение имеет даже наш тон, который мы говорим. Давайте подумаем, братья и сестры, мы действительно возвещаем людям Евангелие или мы возвещаем людям суровый закон. Да, нужно сказать о той опасности, в которой они находятся, но, дорогие друзья, еще больше скажите о том благе, которое они могут иметь в Иисусе Христе. Макчейн учил, что после того, как вы один раз посмотрите на себя, после этого десять раз посмотрите на Христа. И после того, как мы один раз скажем о гибели, десять раз скажите о Божьей благодати, скажите о настоящем Евангелии, о Христе, который понес на себе грехи всего мира. Да благословит нас Господь быть полезным людям. Если в нашем собрании присутствует человек, который понял, что Господь его зовет к покаянию, что и он, как блудный сын, должен прийти с покаянием, то сегодня воспользуйтесь этой возможностью. Вот как этот человек в начале нашего служения сделал, вот я его вижу. Как тебя зовут, брат? Как? Геннадий? Вот, вот как брат Геннадий сделал, теперь мы его братом называем. Вот точно так же вы поступите. Геннадий, ты не жалеешь, что ты вышел сюда вперед молиться? Вот он говорит, нисколько не пожалел. Наоборот, знаете, какая гора с плеч свалилась? Все грехи, которые он совершал до этого часа, все грехи отпущены. И он словно новорожденный младенец. Чистый лист жизни Господь открыл перед ним и говорит, ну, Гена, с помощью моей давай писать новую биографию. Хочешь ли ты совместно с Богом писать новую биографию? Тогда помолись вместе с церковью. Сделай так, чтобы действительно сегодняшний день стал для тебя днем, когда Господь помог тебе. Аминь. Помолимся. Господь, склоняемся перед Тобою. Мы хотели бы подражать Тебе, ведь Ты пришел в этот мир не для того, чтобы Тебе служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления людей. Господь, мы хотели бы быть полезными людям, и мы просим Тебя исполни нас Твоей силой свыше. Твоей силой, Господь, чтобы мы могли сражаться с силами зла, чтобы мы могли творить добро людям. Исполни нас Твоей благодати. Научи нас, Господи, действительно говорить людям о Евангелии, чтобы эта благая весть могла преобразить сердца людей, могла быть принята ими. Боже, избавь нас от духовного бесплодия. Не дай, чтобы мы были молчащими христианами, но посылай нам людей, которые должны наследовать спасение, которые мы могли бы засвидетельствовать Твою истину. Как когда-то к Евнуху Ты послал Филиппа, так и нас. Пошли, Господи, к тем, кто давно ищет Тебя, кого Твоя благодать побуждает искать Тебя. Мы просим во имя Твое Святое. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok